Десять. Это все, вот все эти красивые импровизации, это все хорошие домашние заготовки. Когда это все четко подготовлено, знаете, у музыкантов есть такой термин «гулять по мелодии». Ты можешь импровизировать тогда, когда ты хорошо знаешь мелодию. Гулять по тексту, ты можешь гулять по тексту тогда, когда ты его хорошо знаешь. И в зависимости от ситуации ты играешь с ним, ты его корректируешь, меняешь. Но если ты его не знаешь, поэтому обязательно хорошо, когда это все проработано. Например, что такое закрытые вопросы, требующие односложного ответа, и нам нужно только «да». Вы согласны с тем, что каждый человек хочет выглядеть опрятно, пахнуть приятным, и при этом воплотить за это уместную цену? Я еще не встретила ни одного человека, который сказал бы «нет, нам бы чего похуже?» Или подороже. Вот какие-то такие вопросы, которые человек должен, он попадает в эту волну, да, и вот в этот ваше настроение. Это помогает нам сразу развернуть и расположить клиента. Хвостатый вопрос – это когда есть хвостик, приставочки, не так ли? Вы со мной согласны? То есть вы уже присоединяете клиента. Не просто превращаете ваш процесс продажи в монотонное говорение. Это должен быть диалог. И очень важно слышать, что говорит клиент. И очень плохо, когда мы, желая показать, что «да, я тоже так считаю, мы продолжаем начатую им фразу», вспоминайте ситуацию, человек начинает говорить, и вы, желая показать, что «да, да, да, вот это вот так, вот так, вот так», не давая ему договорить, слушайте, что он говорит, и давайте ему высказаться. Может, мы вообще просто больше не с кем поговорим. Такое тоже было. У меня есть клиентки, которые меня обожают, когда я прихожу, причем, когда мы позже общались, уже хорошо познакомившись, говорили, «Ой, так здорово, когда приходишь, есть возможность, приятно пообщаться». Как можно больше крайней нужно задействовать, выстраивая долгосрочные, постоянные отношения с нашими клиентами. Еще один момент. Хороший продавец – это мастер нестандартных решений, выхода из нестандартных ситуаций. Очень часто портится вся ситуация, вот все, что хорошо и замечательно. Тут клиент задает, как потом рассказывает спонсору, какой-то дурацкий вопрос, да, и, ну, все, начинается вот это плавание, либо что-то придумать, либо что-то. Ни в коем случае не теряться. Во-первых, помните, что вы эксперт, вы продавец. Значит, вы эксперт, вы продаете эту продукцию. И здесь, вот в этой ситуации, вы, дирижон, вот этого действия, вы его инициатор, и не надо, нельзя отдавать бразды правления. Что бы ни сказал клиент, мы должны с ним, во-первых, согласиться, какую бы чушь он ни сказал, почему. Почему? Сначала, есть тоже у психологов такой термин, присоединиться, но главное там не залипнуть, а потом его вытащить. Сначала присоединиться, потом показать свою сторону. Ой, ну что, вот где-то разливается, это же французские духи. Не надо тут же набрасываться. Я же вам только что объяснила, или вот что-то в таком духе, вы же не понимаете. Вы знаете, я со мной абсолютно согласна, я сама такая. Я пока не уберусь, не получу подтверждение, что это так. Вот я все изучила, все узнала, все хорошо, смотрите, вот сертификат, вот вот так. И дальше повторяйте еще раз то, что вы ей сказали. Но вот эта фраза, она просто сразу переворачивает. Я сама такая, знаете, тоже не верила. Пока все не изучила, досконально, все классно, все супер. Это срабатывание великолепно. Мы не наезжаем на человека, а здесь в любом случае клиента надо приподнять. Клиента надо похвалить. И дальше показать это с другой стороны. Момент выхода из нестандартных ситуаций. Очень хорошо, хоть времени мало, но чуть-чуть сейчас мы сделаем небольшой тренинг, для того, чтобы проиллюстрировать, что это такое. Что иногда совершенно простые решения, простые решения лежат на поверхности, а мы пытаемся изобретать вовсе. Не видя их, они могут оказаться совсем рядом и совсем близко. Выход за рамки — это возможность нашего внутреннего роста. Вот маленький тест. Нарисуйте квадрат вот так, точками, не соединяя линиями. По три точки каждая сторона и в середине точка. Ага, тем, кто знает, молчает. Задание. Соедините четырьмя линиями, не отрывая руки. Не отрывая руки так, чтобы все точки были соединены линией. Все точки оказались на линиях. Не отрывая руки. Это условие. Знаешь, молчает. Две минуты. Даже минуту даю, нет времени. Подумайте. Четырьмя линиями, но не отрывая руки, чтобы были соединены все точки. И та, которая в середине точка. Вот этими четырьмя движениями. Получилось? Ходите. Покажите. Покажите. Четыре линии, не отрывая руки. Выходите. Пусть еще подумают. Не показывай. Наташа. Прямо по горизонтали. Направо. Ну, возьми, 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 возьми. Мы сейчас еще. Четыре. Четыре линии надо сделать, не отрывая руки. Нашла? Давай. Давай. Нормально. Все правильно. Молодец. Браво. Аплодисменты. Смотрите, я же не говорила, что не... Смотрите, вот оно. Раз. Два. И вот оно. Три. Четыре. Она просто чуть-чуть сместилась. Я же... Не было условия, что нельзя выходить. Никто же не сказал, что нельзя выходить выше. Выйти за рамки, это не значит поломать себя. Ни в коем случае. Это не значит, что надо делать то, что вам неудобно, и комфортно, и неспользуем. Но начинайте делать то, что вы раньше делали. Здесь важно понять то, что если вас не устраивает тот результат, который вы имеете сегодня, на сегодняшний день, если вас что-то в вашей жизни не устраивает, в вашем бизнесе, если вы хотите другого, нужно начинать действовать по-другому, продолжая делать те же самые действия, вы никогда не получите другой результат. И не надо ждать, что звезды станут по-другому, или люди придут другими. Придут те же, будут приходить такие же люди, пока вы не станете другими. Хотите другого, она себе подсказку русская. Хотите другого, начинайте думать и делать по-другому что-то в своей жизни. Начинайте менять себя, играть, пробовать что-то другое, выходить за рамки, по шагу, по чуть-чуть. Не надо резко, не надо рвать. Это дает колоссальные изменения. Колоссальные. Как только мы определяем, в каком направлении надо двигаться и начинаем пробовать что-то новое, очень быстро мы получаем изменения от внешнего мира. Как только внутри, во внутреннем мире происходят какие-то изменения. Закончить хочу следующей фразой. Смысл выживания или закон успеха. Это очень такой посыл эмоциональный. Не пишите сейчас, просто послушайте. Каждое утро где-то в Африке просыпается газета. Она знает, что должна бежать быстрее, чем самый быстрый лев, либо она погибнет. Лев поднимает каждое утро, знает, что должен догнать хотя бы самую медленную газель, иначе он умрет от голода. И не важно кто вы, газель или лев, когда солнце встает, вам лучше уже бежать. Мы сейчас совершенно без перерыва переходим к следующей части, поскольку у нас сместился график, все лидеры получат слайды. Вы сможете потом все это пока товары пишите, у вас будет возможность получить все эти картинки. Мы переходим к следующей теме, к мастер-классу. Поскольку сместилось, здесь не будет перерыва. С моделями определились? Людмилка, вы определились с моделями? Есть модели? Нет? Кто хочет быть моделями? Надо, я швили, Оля. Выходим. Нет, пока не выходим. Сейчас скажу. Все, я скажу, когда выйти моделем. Да, мы пока сделаем сейчас некую преампулу, то, что мне хочется по этому поводу сказать. Да, давай, по-моему. Мне теперь просто очень важно, чтобы вы настроились на следующую тему, пока вы глазами не имеете переключки. Мы говорим сейчас, мы сейчас дальше, у нас по графику идет мастер-класс, комплексный подход в продажах. Что это такое? С ароматами здесь мы уже четко понимаем, да, что чтобы подобрать, правильно подобрать аромат, нужно протестировать. Есть аромат, который нравится на фоне, так вот, но это не факт, что он также федорово будет звучать на вас. Вообще, встреча со своим ароматом в жизни – это большая удача, когда происходит вот это полное совпадение, что вот он не нравится и держится, потому что понятие стойкости – это абсолютно отвлеченное понятие, но это отдельное дело. А мы сегодня будем говорить о тестировании косметических продуктов. И это очень важная тема, потому что вообще момент потребления, вот это первый этаж, первая система, да, когда мы кирпичики эти рисовали в системе, потребление. Это архиважная вещь для того, кто занимается продажей. Потому что абсолютно картинка, когда приходит человек к клиенту, а люди по натуре своей любопытой, они обязательно вас спросят. А, очень пользуются. И если они в ответ слышат фразу «ну, я себе сейчас куплю, у меня еще не закончилось то, что у меня было до этого, вот я закончу, а потом себе открою». Спасибо. Если это недостаточно хорошо для вас, почему вы решили, что это будет хорошо для нее? Представьте, если вы решили купить сим-карту, приходите в офис мегафона, спрашиваете оператора «а какой пакет мне то-то и то-то, что мне будет выгоднее и удобнее». На что он вам отвечает «ой, не могу даже вам сказать, но вы лично чем пользуетесь?» «Ну, у меня вообще белое». Вот это выглядит приблизительно так же, если вы тут же не… Это не значит, что понятно, что начинающему рыбачку сложно весь ассортимент приобрести, поэтому постепенно, почечевать, поэтому я говорю хоть что-то. И хотя бы крем для рук себе сразу купи, потому что аромат мы можем нанести из пробника, да? Не знаю, из флакона я его несла или из пробника, но свой флакон – это очень сильный инструмент при продаже, чтобы задействовать кинестетический канал. Поэтому потребление – это очень важный момент. Поэтому рекомендую сначала сделайте это на себе, тренируйтесь на домашних. Мы сейчас будем делать мастер-класс. Мастер-класс очень рекомендую продавать процесс продажи посредством мастер-класса, через мастер-класс. Почему? Мастер-класс – это действо, в которое мы вовлекаем своих уже клиентов. И очень здорово еще это можно делать, когда вы показываете, если у вас группа 4, 5, 6 человек, говорите своей клиентке, приглашай подруг. Вы делаете на одной, может, на вариант другие смотрят. Либо вы делаете на одной, следующая пара, они делают друг другу. А не тут у вас будет возможность включить этот кинестический канал у всех, чтобы они попробовали, потому что это очень важно. Одно дело вы просто расскажете. Вы знаете, у нас такая замечательная линия появилась про бьюти, ренеон, поговорили и все. Если у человека визуальный канал не преобладающий, это будет просто впустую. Поэтому здесь есть возможность включить все. Сначала вспоминайте один опыт, я ценю чем тысячу мнений. Как бы хорошо вы не рассказали, лучше один раз попробовать. Дальше. Лицо, зеркало души. Еще раз. Ту лица, трон. А это действительно то, насколько мы выглядим, на как. Это очень важная внутренняя часть для женщины, внутренняя составляющая. Потому что, если мы знаем, что с лицом что-то не в порядке, это моментально просто сворачиваются крылышки. Здесь мне хочется привести в пример слова потрясающей, знаменитой, красивейшей женщины этой планеты, Софи Лорен. О том, что же такое красота. Красота — это не да, не без. В 20 лет — это молодость и правильно выбранный стиль. В 30 лет — это правильно выбранный стиль и хорошая косметика. После 40 — это тяжкий труд и много денег. Некрасивых женщин не бывает. Есть женщины неухоженные. Поэтому нет некрасивых женщин. Есть женщины, которые не умеют за собой ухаживать. И вот это тоже наша с вами задача. Во-первых, научиться ухаживать за собой и научить наших клиенток, показать им, что они могут получить с помощью нашего продукта. Вот мастер-класс — это лучший способ показа перевода и свойств продукции в выгоду. Какую выгоду ты получишь для себя благодаря этим свойствам? Начинать когда необходимо начинать ухаживать за кожей? Меня всегда умиляют фразы молодых девушек, которые говорят, ой, мне еще не надо, у меня все в порядке. А вот когда появятся морщины, тогда куплю. Мне всегда хочется, к примеру, привести картинку. У кого дома есть цветы комнатные? Вы их поливаете? А можете себе представить, что вы утром встали, подошли к своим цветочкам и говорите им, ну и что тебе поливать? Свежий, красивый, зеленый, молодой. Вот подсохнешь, тогда я полью. Вот это приблизительно то же самое. Не надо ждать, когда подсохнет. Превентивные меры всегда срабатывают лучше всего. Тогда у нас есть возможность продлить молодость своей кожи безболезненно, абсолютно без каких-то кардинальных средств. Таким ухаживать за своей кожей необходимо с раннего возраста. Пользоваться косметикой девочки сейчас начинают очень рано. 14-15 лет уже очень активно используют макияж. Согласны? Этот макияж нужно снять аккуратно, бережно. Кожу нужно как минимум защитить, увлажнить молодую. А дальше уже так идет совершенно другой комплекс. Так вот, мастер-класс это возможность продемонстрировать нашим клиентам всю программу по уходу за лицом и телом марки СЕЯ. Поэтому для этого нам необходимо протестировать ее на коже, на лице. Так же, как мы тестируем парфюмерию, мы тестируем кремовую продукцию. Дайте вашему клиенту почувствовать продукт через все каналы восприятия. Задействуйте максимально. И вы получите совершенно потрясающий эффект. Итак, две замечательные линейки недавно вошли в нашу сортимент. Потрясающие совершенно. Это линия Renewal Anti-Age. Это линейка для возрастной кожи. Все средства, продукты, если есть пометка Anti-Age, это значит 35 лет. Скажите, а когда начинается процесс старения кожи? 25. 25. Правильно. В 25 лет количество коллагеновых клеток начинает уменьшаться. То, что вырабатывается собственной кожей до 40, она уменьшается. После 40 перестает вырабатывать совсем. Поэтому кожа уже зрелая после 35. Нужен дополнительный уход. Нужен свой уход. Мы помогаем восстанавливать коллагеновый каркас. И то, от чего зависит упругость кожи. Хотя, почему в молодости овал лица другой, потом все это у нас меняется, ослабевает коллагеновый каркас. И есть возможность за всем этим ухаживать, не прибегая к радикальным средствам, инъекциям и так далее. Поэтому Renewal Anti-Age это потрясающая линия. Сейчас у нас здесь только 3 крема, но она будет дополнена основными средствами для полного комплекса. В который включен экстракт стволовых клеток Эдельбейса. Мы сейчас проговорим подробнее, что это такое, что нам это дает. Следующая замечательная линейка. Косметическая линия Pro Beauty Cell Cam. В состав которой включен экстракт стволовых клеток глобулярии сердцевидной. И глобулярия, и Эдельбейс. Это растения, которые являются многолетними и очень жизнеустойчивыми. Вот это для нас с вами очень важно. И, конечно же, наша косметическая линия, линия Panche. Мы используем максимальное количество продуктов, когда делаем клиентам мастер-класс. Итак, очень важно. Я прошу наших моделей начинать выходить. И девочек, которые мне будут помогать. Людмила, вижу. Татьяна, есть. Наши модели. Мы сейчас продемонстрируем, как мы это делаем. И что мы делаем? Людмила, Татьяна. Они нам будут демонстрировать, как правильными движениями это все осуществляет. Наших моделей зовут Ирина и Ольга. Мы вам... Аплодисменты вам. Очень важно понимать, что уход за лицом, это тоже система. За лицом и за своей кожей. Это не какие-то периодические или хаотически совершающиеся действия. Если вы будете иногда подбегать к зеркалу и что-то делать, вы получите так, что есть следующий результат. Что правильный уход за... Наносим сначала на ладошку. Рекомендую не наливать на ватный диск из бутылочки. Тоник, понятно, его не нальешь. Не надо наливать на ладошку. Молочко, маски, кремы. Сначала на палитру, как это называют косметологи, визажисты. Сначала на ладошку. Во-первых, это вам даст возможность использовать в виде, как более экономно использовать средства. Не выльется лишнее. И правильно разнесется по лицу. Во-вторых, оно успеет согреться, прежде чем вы приступите к работе. Буквально... К заработе с кожей. Буквально достаточно вот секунды. 10 секунд оно уже принимает температуру тела. Уже более комфортно работает с кожей. Аккуратно, бережно, движениями короткими, не тянущими, не давящими, не хаотичными по массажным линиям от центра периферии, от центра лба к вискам, от крыльев носа поднимаем к ушам, от верхней губы поднимаем к вискам, от подбородка к мочке уха. Шея. Обратите внимание вот на правую часть слайда. Вот здесь находятся зоны щитовидной железы. Шею мы тоже обязательно обрабатываем, когда работаем с клиентом. Эта зона очень опасная. И очень много женщин, которые уже, тем более, дважды рожавших, уже здесь есть уже сложности. Поэтому, да, предрасположенность. Некоторые моменты. Поэтому здесь очень бережно проводим, не надавливаем, аккуратно несколько раз. Среднюю зону снизу вверх, боковые сверху вниз. Шею очень аккуратно. Здесь тоже кожа, которая стареет быстрее, тонкая. Поэтому мы очень бережно и аккуратно, очень часто шея выдает возраст. Среднюю часть снизу вверх, боковые части сверху вниз. Аккуратно снимая макияж, при этом глядя на себя в зеркало, ни в коем случае только мысли самые лучшие, самые сверху. Если вы при этом будете думать, ну вот, у всех кожа как хоро, а у меня тут лично вот это, вот это, вот это. Вас видит такой, какой вы себя ощущаете. Какой вы себя в мир не знаете. Хотите, чтобы вас воспринимали королевой? Научитесь чувствовать себя королевой. Итак, молочко. Замечательное наше молочко. 155 миллилитров. Очень красивый дизайн. Мне очень нравится, как выполнена эта линия. Удобные флаконы, очень приятные тона. Великолепные отдушки и нежнейшая текстура. Вы получите огромное удовольствие и от текстуры, и от запаха, и, конечно, от результата. Это действительно очень потрясающая, гармоничная, замечательная линия. Дальше, если говорить... Следующий в обычном уходе, ежедневном, следующим этапом идет тонизирование. Следующим этапом идет тонизирование в обычном комплексе. Мы очищаем, потом тонизируем. Тоник — это не очищающее средство. Когда я вижу, что вечером хватает тоник, чтобы протереть лицо, думая при этом, что его очищаю. Это ошибка. Грубейшая причем. Задача тоника — не очистить, а тонизировать. Оно заложено в само название. Закончить процесс демакияжа. Вот оно удаляет достатки демакияжного средства, если что-то осталось. И готовит кожу к тому, чтобы она лучше воспринимала следующее косметическое средство. Потому что здесь очень важно, когда оно в комплексе, каждое средство усиливает действие последующего и предыдущего. Вот этот момент с энергией здесь очень ярко выражен. Поэтому желательно покупать программу одной марки, показывайте клиентке, что если она берет только крем, я говорю всегда, ты знаешь, я хочу тебе сказать сразу, что ты просто вот половину этих денег, за которые ты купила крем, ты выбросила в мусорную корзину. Вот это просто равносильно этому. Кожу нужно очистить, ее нужно протонизировать, для того, чтобы, во-первых, и крему уйдет гораздо меньше, и эффективность его будет гораздо выше. В обычном режиме после молочка у нас проследует тоник. А когда мы используем средство дополнительного ухода, у нас мы будем использовать эксполиант. Я проговорю эксполиант, пока девочки заканчивают процесс очищения. Что это такое? Это средство дополнительного ухода, которое мы используем один-два раза в месяц, в зависимости уже здесь, ой, месяц, в неделю. В зависимости от потребности. Более жирную, пористую кожу необходимо чаще. Обязательно четко два раза в неделю мы очищаем с помощью эксполианта. Это пилинг, пил, отшелушивать, от английского глагола пил, отшелушивать. Здесь эксполиант — это французский глагол, поскольку им не владеют, суть одна и та же, поэтому изначальный глагол не скажу. Но смысл вот в чем. Убрать всю грязь, недоступную обычному процессу очищения, когда мы умываемся, когда мы снимаем молочко, мертвые клетки, которые скапливаются на коже, регулярно обновляясь новыми, мы должны очищать, чтобы не забивались поры, чтобы был хороший цвет лица. Вот это первый результат, который мы мгновенно видим сразу же после пилинга. Поэтому обязательно один-два раза в неделю очищающий эксполиант, который сейчас мы нанесем на ручку, для того, чтобы показать только на одну, пожалуйста, для того, чтобы вы на одну руку обрабатываете, у каждой модели одну руку эксполиант наносим. Для чего? Для того, чтобы вы могли почувствовать, увидеть также, вот если ваша клиентка по каким-то причинам не хочет наносить эксполиант на лицо, лицо боится, либо сложности с умыванием. Здесь очень хороший, здесь потрясающий совершенно состав и очень насыщенное содержание микрограмм. Вот этих частичек, полирующих, абразивных, это не косточковый скраб, который может повредить поверхность кожи. Ни в коем случае косточковый скраб сейчас косметологи просто категорически не рекомендуют использовать, разве что только для тела, диктура кожи плотнее. Можно повредить структуру кожи, особенно тем, у кого близко сосуды. Здесь мелкие полирующие частички, они совершенно безболезненно очищают поры, убирают все мертвые клеточки. Великонепно совершенно они работают. Посмотрите, здесь комплекс фруктовых кислот, вот АХ-кислоты, это фруктовые кислоты, которые проникают в межклеточное пространство, которые очень хорошо укрепляют стенки клеточек. Моментально оживляется цвет лица, моментально. Рельеф кожи выравнивается. У кого вот поверхность кожи нуждается в коррекции, работает великолепно. Пигментация работает замечательно. Поэтому обязательно нанесите. И да, почему, если сложности есть с умыванием, это аккуратно снять. Он очень насыщенный. Здесь действительно вот микрограммул не пожалеют. Их много. Для того, чтобы его хорошо снять, чтобы наносить дальнейшие средства, если сложности с умыванием, нанесите на руку. Для чего? Для того, чтобы она увидела эффект. Для того, чтобы она в деле попробовала кожу на руке, при том, что она здесь грубее, чем на лице. Какая становится кожа руки после того, как мы использовали пилинг, эксфолиант. Какая сразу же она становится бархатистая, более ровная, более розовая. Это потрясающий совершенно эффект и потрясающее удовольствие. Это этап очищения, еще раз повторяю, который мы используем один-два раза в неделю. Помассировали, смываем. Эксфолиант мы также наносим по массажным линиям. Все средства мы наносим по массажным линиям. Но если очищающие у нас идут ровными, эксфолиант такими спиральками, прям круговыми движениями по всему лицу, но обязательно по массажным линиям. Ни в коем случае не трем. Все вверх. Эффект подтяжки, массажа. Приучите себя к этим движениям. Это достигается очень быстро и дальше уже делается на автомате. Буквально неделю будете отслеживать свои жесты у зеркала. Через неделю увидите, что это все уже идет абсолютно на автомате. И наши клиенты, кстати, испытывают огромную благодарность, когда мы показываем очень профессионально, подробно, даем такой красивый сервис. Не просто продали, делай, чем хочешь, а показываем, как лучше это использовать для того, чтобы получить максимальный эффект. Ну как, дорогие наши модели, потрогайте, пожалуйста, свои ручки и скажите свои ощущения. Потрогайте одну, даже вот, видите, сразу обалдеть. Вот посмотрите. Посмотрите на цвет. А вот так. Посмотрите сразу же на цвет лица. Посмотрите даже с возрастом практически у всех появляется у нас на руках быстрее появляется пигментация. Поэтому после того, как вы обработали лицо, это все нужно тут же, оно все равно на руках. Руки. После того, как вы промассировали на лицей на лицо, помассируйте руки. Я хочу нашей модели несколько слов, чтобы нам сказали, как такое ощущение, как вот два разных человека. Правда. Руки, очки, действительно ощущения такие, если вы сделаете дома себе на пол лица, вы увидите разницу с раной. Ну, поскольку у меня еще кожа не до такой степени изменилась. В принципе, есть разница? Ну, и есть. Есть. Посмотрите. Да. Ну, какая сразу же, она становится глазистой. Согласна. Согласна. Вы ухаживаете за своими ручками, правда? Молодцы. Эффект виден сразу. Поэтому показывайте клиенткам продукт в деле. Следующий этап. Маска. После. Если клиентка покупает маску, но не пользуется пилингом, покупает пилинг, я ей говорю то же самое. Эффективность маски ты снижаешь в половину. Для того, чтобы получить максимальный эффект, нужно кожу сначала очистить, чтобы лучше шло проникновение. Чтобы продукт работал лучше и глубже. а не пробивался через вот слой ороговевших клеток и грязь, которая недоступна обычному умыванию. Масочку мы наносим, да, на, на, тоже по массажным линиям. Сначала на ручку выдаваем из тубы, потом по массажным линиям распределяем на лицо и шею. В чем наша маска увлажняющая с эффектом лифтинга? Такое потрясающее, необходимое совершенно сочетание абсолютно для каждой женщины. И увлажнение, и лифтинг, подтяжка. Она содержит, посмотрите, во-первых, стволовые клетки, которые входят абсолютно в каждую, абсолютно в каждую позицию. Стволовые клетки, или их еще называют меристемальные. Это совершенно уникальные клетки. Это в них, это просто кладовая защитных веществ. Это клетки, из которых строится само растение. Их очень немного в растении, в основном они сосредоточены в корнях и в почках. То есть это не зрелые, не специализированные клетки, из которых потом развивается само растение. Самые ценные клетки, где максимально сосредоточены все питательные вещества. Посмотрите, сюда входит фитоконцентрат семян кунжута. Это потрясающий, совершенный экстракт, который дает очень сильное увлажнение, эффект очень сильного увлажнения. И буквально кожа от такой щеки уплотняется, становится более упругой. Экстракт алоэ. Противовоспалительный эффект очень сильный. Великолепный состав, замечательная текстура. Отдушки вообще просто потрясающие. Настолько мне приятно было все воспринимать, тестировать и пользоваться. Очень удивили такими приятными отдушками. Масочка наносится слоем, в зависимости от того, как вы хотите. Вы можете ее не смывать. Она допускает, ее можно не смывать. Не наносите очень толстую. Может, если кожа совсем сухая, нанесите погуще. Потом можно остаточки промокнуть. Если не совсем комфортно, намочите ватный диск и протрите ватным диском. Это очень удобно, что ее можно не смывать. Причем, скажу, вот свои ощущения, особенно в первый раз, такое ощущение, что кожу ее просто втянуло. Просто вот так. Действительно, нежнейшая текстура, очень приятная. Приятно, приятно даже с ней работать. Не просто его даже наносить на лицо. Приятно ее даже вот. Тактильное ощущение, совершенно приятное. Очень красиво выполнено. Красиво, вообще, браво дизайнерам исполнение. Это всегда радует глаз. Вообще, очень приятно, когда вручаю клиенту продукт в руки. Не нужно говорить фразу, что ну, не смотрите на то, что сверху, смотрите на то, что внутри. Это вот важнее. Вот у нас красиво и снаружи, и внутри. Это очень важно. Мы любим женщины, в основном большинство. Мы любим, чтобы было красиво. Да и мужчины тоже. Согласны? Конечно. Маску мы наносим два раза в неделю. Один-два здесь уже тоже по вашим ощущениям, но не реже. Уделите время. Это действительно не так долго, когда уже набита рука, но кожа будет нам за это очень благодарна. Утром или вечером. Здесь уже в зависимости от ваших возможностей, когда позволяет время, или когда вам комфортнее и удобнее ухаживать за собой. Мы можем... Мы можем... Да, можем ее сейчас. Мы... Маску, конечно... Нет, давай мы сейчас, пусть она будет... Не снимайте. Пусть сейчас они чуть-чуть еще, да, но впитаются. Причем у вас... Маску не наносили. Маску не наносили. Посмотрите, Урина... А маску еще не наносили? Нет, мы не стали наносить, чтобы нести просто клинок. А, вы будете или без маски? Там будет с маской, а это с клинок. Угу. Хорошо. Давайте попробуем, да. Урина, а можно добавить по поводу маски? У нас был такой потрясающий результат на мастер-классе, когда мы маску наносили на пол лица. На пол лица. Мы были в шоке, насколько потянулась половина. Мы даже не ожидали, что такой вид будет. Спасибо за дополнение. Это действительно очень хороший инструмент наносить. Клиентке сначала обрабатывать половину лица. Естественно, успокойте ее. Скажите, что я вам вторую половину. Обязательно тоже потом сделаю. Мы просто были сейчас в церкви экономии времени, не делая на половину лица. Действительно, эффект сразу просто потрясающий. После маски мы перед тем, как нанести крем, и сейчас Ирине мы наносим тоник. Ольга у нас еще перед кремом. Обязательно мы тонизируем. Вы уже нанесли. Отлично. Тоник. Это очень часто я слышу от клиенток, что вот это та позиция, на которой хотят сэкономить. Ни в коем случае. Найдите слова, чтобы убедить свою клиентку, насколько это важно. Это цвет лица. Тонизирование. Крем будет лучше впитываться, и лучше работать, и его меньше будет уходить. Дальше, в зависимости от времени суток, мы наносим дневной или ночной крем. Причем, что здесь важно? Какие чаще... А, мы сейчас проговоримся. Ладно, заговорила о креме, оставляй. Что здесь важно? Иногда слышу клиентка спрашивать, ну вот что мне нужнее, что мне лучше взять, дневной или ночной? Я не буду готова, я привыкла пользоваться одним. Законная ситуация? Дневной и ночной крем – это невзаимозаменяемая позиция. У них функции разные. Задача дневного крема – это увлажнение и защита. Потому что кожа, сухая кожа, обезвоженная кожа, в которой нет увлажнения, она стареет гораздо быстрее, даже чем жирная, склонная к кугревой сыпи. То есть жирная кожа, даже склонная к кугревой сыпи, стареть будет не так быстро, как сухая. Поэтому сухой кожей нужен очень тщательный уход, очень внимательный, очень бережный. Поэтому мы помним, что дневной крем – это увлажнение и защита, которые необходимы абсолютно всем. Ночной крем – это питание и восстановление. Обязательно. Когда организм работает ночью в другом режиме, мы должны дать питание и возможность восстанавливаться, помогать коже восстановиться за ночь. Посмотрите, какие потрясающие компоненты, какие-то экстракты лечебных трав входят в состав крема для жирной кожи, для жирной комбинированной. Причем она обладает даже таким легким мотивующим эффектом. У кого жирная, пористая кожа, она просто изменяется на глазах. Посмотрите, экстракт коры гвоздики, черноголовника, женьшеня. Потрясающие совершенно экстракты лечебных трав для сухой кожи. Посмотрите, сколько витаминов. Витамин А – ретинол, который вот отсутствие витамина А – это сразу же шелушение, когда закладываются первые мимические морщинки, это в первую очередь не хватает ретинола. Витамин А совершенно необходим сухой коже. Витамин С, витамин Е, витамин молодости. Потрясающий совершенно состав, который каждый день, за дня в день, будет помогать нашей коже как можно больше, дольше сохраняться молодой, здоровой, красивой, предотвращать процессы старения и активно помогать восстанавливаться кожей зрелой. Отдельно хочу сказать… Продолжайте. Отдельно хочу сказать… Мы сейчас наносим Ирине… У вас какой? Для сухой чувствительной? Выбрали крем для сухой чувствительной кожи, потому что, посмотрите, отдельно уже будет… Сейчас нет времени уделять по определению типу кожи, это уже будут отдельные занятия. В офисе отдельные мастер-классы. Правильно выбранный крем, который подходит по типу вашей кожи. Это очень важный момент. Очень здорово, что у нас здесь идет деление для сухой чувствительной, для жирной комбинированной. Крем мы тоже наносим по массажным линиям. Он не нужно много выдавливать. Вот видите, сейчас хочу рассказать про наши пробники, кто еще не видел теста. Они идут в маленьких тубах, причем тубы запечатанные, запаянные. И когда вы открываете, необходимо проколоть, вот как аптечные препараты, для того, чтобы его открыть. Это очень здорово, очень гигиенично, супер просто. Пока девочки наносят моделям следующие позиции, хочу немножко рассказать о сыворотках. Еще одно средство дополнительного ухода, средство специального ухода. Это просто инновационное действительно решение, подход. Это потрясающие четыре сыворотки. Две из них относятся к разряду специального ухода для кожи сухой и для кожи проблемной. Есть, а, у нас тут, для кожи, да, противовоспалительная сыворотка и возрастная. Это специальный уход. Противовоспалительная сыворотка, это если есть покраснение, высыпание, какие-то воспалительные процессы. Здесь великолепные, в каждой позиции, в составе идет гиалуроновая кислота. Что это такое? Это очень сильный увлажнитель. Одна молекула гиалуроновой кислоты удерживает четыре молекулы воды. Вот за счет этого появляется вот этот эффект, что кожа как будто уплотняется, становится более упругая. Экстракт шиповников, пассифлоры, это просто комплекс пассифлора, фитонциды, природные дебактериальные средства. Великобисоболол, аромашка, успокаивает, лечит, восстанавливает проблемную кожу, помогает за ней ухаживать. И обновляющая сыворотка антиэйдж с 35 лет. Мы уже знаем, что все продукты с пометкой антиэйдж, это значит с 35 лет. Сыворотка очень удобно выполнена. Замечательные упаковки. У нас есть? Что нам это дает? Вы знаете, когда нам презентовали эту линию в Дубае на зимнем семинаре, и когда я лично, я первая, когда у нас был брифинг, я задала вопрос, ну почему же в таких вот непрезентабельных флаконах, пусть она лучше, на что Ирина Вадимовна ответила, что за счет этого значительно удалось ее удешевить, потому что совершенно, абсолютно приемлемая цена сыворотки, это в любой линейке самая дорогая позиция всегда сыворотки. Поэтому, сейчас я договорю, и обязательно отвечу. Поэтому я на брифинге задала вопрос, мы хотим красивой упаковки, дайте нам с пипеточкой, вот как идет сыворотка, пусть будет дороже, но вот зато оно будет там с пипеткой, или как-то, чтобы капельками дозировать. Я первая писала, не надо, не надо. Ирина Вадимовна сказала, ну вы попробуйте, а потом мы дальше к этой теме вернемся. Замечательное, великолепное решение. Кругляшок. Нет, Алена. Подгоецкая. Привет тебе. Вот она машет ручкой. Подсказала наш лидер из города Калуги. Подсказала. Замечательное решение. Снимаем вот эту, даже не надо полностью снимать всю, крышечку. Кругляшок, шприц. Натягиваем миллилит, один миллилитр, как рекомендовано в использовании для одного нанесения. Иголку оставляем в ампуле, даже не вынимая из флакона. Содержимое на ладошку, нанесли, флакон холодильник. Не вынимая иглы. Абсолютно чисто, гигиенично, удобно и позволяет сэкономить массу просто денег, потому что упаковка сразу же вылетела бы совершенно в другую, другая упаковка, в совершенно другую ценовую категорию. Поэтому это очень удобно, очень практично курс. 25 дней, в одной упаковке 5 ампул, 5 флаконов, один флакон 5 миллилитр, рассчитан на 5 применений. Очень удобно. Шприцом набрали, нанесли, причем хватает вот аж вот так. У меня есть один дистрибьютор, и она говорит, девочки, не забываем, лицо заканчивается вот здесь. Не забываем про шею, про декольте. Здесь как раз позволяет это все нанести, чтобы кожа была молодой, красивой везде. Сыворотка. Антиэйдж и противовоспалительная. И еще две сыворотки у нас. Переключите меня, пожалуйста. Сыворотка. Восстанавливающая, питательная. Эта сыворотка совершенно великолепно ухаживает. Здесь нет возрастных ограничений, потому что бывает даже, что молодая кожа, но уже такой веер морщинок заложился. Здесь играет значение генетическая наследственность. И влияние окружающей среды, если работа где-то связана, на улице находится, в любую погоду. Ветер, дождь, снег. Это сказывается моментально. Иногда бывает молодая совершенно девушка, но уже такой веер мимических морщин заложился. А на мимических закладываются возрастные быстрее всего и раньше, чем это могло бы быть. Здесь в составе есть совершенно великолепный компонент карнезин. Посмотрите, вот по последнему он указан. Что это такое? Его еще называют дипептид, карнезин, который ученые вывели, работая, есть такая даже наука о старости. Она называется геронтология. Ученые в свое время очень озабочились, почему мы стареем. Ведь идет постоянное обновление клеток, да? Постоянно идет деление клеток, появляются новые. Почему мы стареем? И оказывается, что есть предел деления клеточных линий. Клетки окисляются, антиоксиданты, знаменитые сейчас свободные радикалы, клетки с выбитым электроном, поврежденная клетка. И для того, чтобы регулировать вот эти процессы окисления, вот на это работает карнезин. Вот это совершенно уникальный вот такой пептид, дипептид, как он там правильно называется, нам важно понимать суть, что восстанавливает, регулирует процесс деления клетки, продлевает вот срок деления, правильность деления клеточных линий. Вот чем он так важен и интересен. Витамины, экстракты лечебные, чебреца, лаванды, шалфея, потрясающий совершенно состав. Действия сывороток великолепнейшие, совершенную. Я в конце отвечу на вопрос. Сейчас в состав кремов входит консервант, метилпараген. Есть мнение, что он вреден. Он так успокоит клиентов и себя. Не бывает в наше время, да и не наших, а вообще, кремов, в которых нет консерванта. Там, где заявляют, что 100% натуральный состав изначально это значит производитель уже врет. Потому что натуральный состав, вот то, что еще было с времен Марии Медичи, которая любила травить неугодных ей дам, посылая им в подарок губную помаду или какой-то кремчик и отравленный. Тогда готовили вручную. Они держались 3-4 дня, не больше. Потом это превращается в отраву. Особенно сейчас, в наше время, когда просто аллергизация, загрязненность экологии настолько вообще дошкаливает, невозможно. Натуральный состав через 3-4 дня уже может нанести огромный вред, потому что уже идет развитие другой флоры микробной. И можно страшно делать просто нехорошие дела со своей кожей. Консерванты есть во всех кремах. Они необходимы, чтобы удержать состав, чтобы он не портился, не менялся. Но они не проникают туда, где они могут навредить. Абсолютно. Поэтому это есть была такая передача как она называется на российском канале. Обитая среда обитания. И вот когда в шампунях, тоже, кстати, речь по-моему о метил парабине, нет, шампуня, хлорицульфат. И вот вопрос был, что вот он же такой вот вредный, как же так? И очень четко и красиво ответили на вопрос. Для того, чтобы хлорицульфат проник, нужно 8 часов держать шампунь на голове. В течение 8 часов. Мало того, наносить на сухую голову, потому что когда мы мочим, как пленкой покрывается кожа, и уже туда ничего не проникает. Поэтому почему вот мы умывая лицо, не увлажняем его, вода не увлажняет, ее молекулы гораздо крупнее, чем клетки нашей кожи, она не проникает. Как только мы промокнули, сразу же ощущение сухости и стянутости. Вот точно так шампунь, она не проникает в кожу, мы мыли волосы, но я не знаю ни одного человека, который делал бы это 8 часов. Я не знаю ни одного человека, который хотя бы делал это хотя бы 20 минут. Вот для того, чтобы что-то нанесло какой-то вред, 8 часов надо молить. Вот это было абсолютно. Поищите, всегда обитание называется передачей, можно это найти. Обязательно ухаживаем за кожей век. Это тоже необходимая позиция в нашем ассортименте, потому что если мы получим ощущение увлажненности, ухода, но помним, что кожа век это самая тонкая кожа. Здесь нет мышц, здесь нет сальных желез, поэтому она в первую очередь подвержена стоять. Здесь закладываются первые морщины, поэтому ей нужно помогать, этой коже особо мы помогаем, потому что ее нужно и укрепить, и подпитать, и убрать темные синяки под глазами, а именно с этим очень хорошо борется вот комплекс Айлис. У нас посмотрите есть в составе комплекс Айлис, что это такое? Вот это запатентованная компонент, он очень хорошо борется с темными кругами под глазами. Очень нежная и тонкая текстура, очень быстро впитывается, ни в коем случае не надо наносить много, полагая, что я себя люблю, для себя ничего не жалко. Здесь этот принцип не работает, он очень экономный и легко наносит. Комплексный уход за нашей кожей гарантирует нам молодость как можно дольше, красивую и здоровую кожу. Приятного всем аппетита компания обладает собственным производством. Это гарантия качества, возможность проследить качество продукта от стадии сырья до конечного продукта, который попадает в руки потребителя. Итак, исследование вот этот институт АРБ это Италия, Милан. Они занимаются инновациями в косметологии, разработке эмоционных технологий в области косметологии. Они получили престижнейшую награду в 2011 году бизнес-технологии, то есть за развитие, разработку новых компонентов в косметической сфере. Именно они специализируются на исследовании, развитии и создании новых инновационных разработок. Это новейшие технологии, то, что использовано в нашей косметике. На следующем слайде преимущество технологии. технология HTM это культивация стволовых клеток. На вебинаре, который я проводила в прошлом или позапрошлом, уже не помню, поступил очень хороший вопрос. Эдельвейс занесен в красную книгу, где берут столько эдельвейса, чтобы его использовать так активно в наших кремах. Я обещала себе вопрос будет, я буду отвечать. Отвечаю. Вот в лабораторных условиях культивируются стволовые клетки этого растения. Не эдельвейсы безжалостно взрывают, которые и так занесены в красную книгу. То есть эти стволовые клетки культивируются в лабораторных условиях под тщательным контролем. То есть уже изначально это дает возможность самые лучшие и самые сильные использовать. Поэтому есть возможность использовать потенциал редких растений, не принося вред численности этих растений. Это дает возможность выйти на идеальные характеристики экстракта славовых клеток. Абсолютно отсутствует запрязняющих веществ, потому что они культивируются в лабораторных условиях. Итак, содержат лентофодовые кислоты, аминокислоты, полисахариды. Вот полисахариды отвечают за плотность стенок. Это очень важно. Клеточных мембран. Это очень важный момент. Мы сейчас просто не примечательно на каждый компонент. Это все можно найти. Посмотрите экстракты. Какие экстракты лечебных трав в нашем креме дневном? Это просто кладезь. Просто кладезь витаминов. Экстракты алоэ, хиноцея, ромашки. Несколько слов гомомелис. Если календула, ромашка, хиноцея, все знают у всех на слуху. Знаете, что такое гомомелис? Это растение, которое произрастает в Восточной Единокавказе. Его называют вильный орех и колдовской орех. Да, вот такое загадочное растение обладает очень сильными ввяжущими свойствами. Вот вещество тонин, которое вырабатывает корня, обладает очень сильными ввяжущими свойствами. Это тонус клеток. Это очень сильная антибактериальная защита. Это антиварикозное действие. И сеточка сосудистая у кого на лице очень тонкая кожа. И особенно с возрастом очень часто сосудистая сетка близко находится на поверхности кожи. Вот это то, что помогает решать эти проблемы. Крем ночной. Потрясающий совершенно состав. Посмотрите, масло шеи, которое обладает очень сильным заживляющим средством, восстанавливающим. Капелька масла, он очень дорогое, восстанавливает раны просто затягивается на глазах. Поэтому здесь потрясающие дорогие составы. Очень важно, что не только активный компонент, но и основа крема сама по себе она активна. Это не вазелиновая основа, не эмульгатор, поэтому она так хорошо и быстро впитывается, очень хорошо работает с кожей. крем для век необходимо совершенно то, что должно быть в комплексе. Биокомплекс ProDU-400, видите, вот это тоже запатентованный инновационный компонент, который работает на разглаживание, просто как утюжок, работает значительно лимически и возрастно. Итак, Renewal ATH это эксклюзивные продукты, эксклюзивные разработки Миланского института ARB, технология сплавовых клеток, где все это культивируется в лаборатории, это уникальный экстракт, это действительно новейшие технологии в нашем с вами распоряжении. Эффективность научно доказана. Вот есть вот это исследование, это очень важно, распечатайте, оно есть все на сайте. Это было проведено официального исследования. это институт НИИ РАМ, научно-исследовательский центр, где потрясающе получили совершенно результаты. Клиническое исследование среди женщин от 35 до 46, до 56 лет, испытуемые, это были с пониженным тонусом кожи, упругость, деформация овала лица, результаты просто произошли все ожидания. Нужно я свой результат сделала? Конечно. Можно с этим вниманием у меня пропали папилоны на детях? Супер. Потому что вы перестраиваете совершенно состав, лечебные травы и важно еще, какой процентный ввод активных компонентов. Вот здесь он, этот процентный ввод, позволяет получить тот результат, который от этого растения ожидается. посмотрите, абсолютно вот десакцентирую на самом важном, что у 100%, увлажненность у 100% кожи повысилась и восстановление работы с морщинами на 93%. Если то, то же, съедем Freud. Н unable 나서